Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-то Я думаю, чего ты её так любишь? Такой детёночек А чём ещё она с тобой? Ты знаешь, есть ещё тема Если познавать смерть Вот ты бы могла здесь донуть так, чтобы кто-то умер? Ради прикола, да. И смотри, смотрят люди такие, серьезные женщины, они ради прикола кто-то умер. Все ждут только спасения. А спасение это не про целостность. А по закону парадокса спасение это отправление, мы это считаем как плюс, а по закону парадокса это минус. А вот эта часть минуса, она будет по закону парадокса плюсом. Весы. Мы это осознаем, и то сами не до конца это осознаем. Хотя мы видим, что вот эта восьмерочка вот так и рисуется. Но то, что парадокс, все на парадоксе, это абсолютно так, это точно. Просто я сейчас на твои вот эти обратила внимание. И у меня такое ощущение, если звезда нуть именно по смерти, то это будет вести к пробуждению. Потому что когда ты берешь, для чего Бог дает болезнь человеку? Давай логикой заходить. Для того, чтобы он проснулся. Ну да, вот смотри, минус болезнь, плюс проснулся. Вернулся к себе настоящему. Вернулся к себе целостному. Вернулся к Богу, вернул Бога домой. Да? Впустил Бога домой. Для этого болезнь. А если ты спасение, даешь счастье, то задача не выполнена. Бог домой не вернулся. Человеку полегчало, отпустило, он снова побежал во внешнее играть. Ну и уж мозг не включился. А если жестко включать мозг, то это насмерть. И тогда идет пробуждение. Смотри, на самом же деле, да? Тогда смерть не физическая имеется в виду, а смерть чего-то психическое. Да, да. Чего? Вот и я. Потому что если смерть физическая, то человек просто уйдет в инкарнацию, и там тупо опять все забудет, будет дальше спать. И это не имеет смысла. А вот смерть чего в подсознании должна случиться, чтобы он пробудился и пошел? Но это о смерти. И это не об инкарнационном цикле. Это глубже. Что значит познать смерть? Вот познать смерть, ведь это не... А это и физическая смерть. И физическую. Физическую мы залазили, там нет ответа на этот вопрос. Там все о том, как сделать так, чтобы человек поправился. Там о жизни. Мне знаешь, что кажется? Что познать смерть... Это как раз таки познать вот эту вот самую тайную часть, которую мы ни при каких обстоятельствах не принимаем. Ну, она как зеркало, да? Но мы-то знаем уже, о чем она. И вот смотри, как сопоставить это со смертью. А если в данном случае контекст идет о том, что речь идет о физической жизни, и тогда психическая там... Парадокс. Здесь осознать парадокс. Первое. Иначе не будет доступа к информации. Парадокс. Ты осознаешь физическую жизнь. Осознали ли мы физическую жизнь? Мы ее живем. Мы осознаем миг. Мы осознаем момент здесь и сейчас, когда мы проживаем. Это вроде как о жизни. Смотри, может ли речь идти, откликается тебе или нет, о послемоменте здесь и сейчас. То есть в миге есть предмиг. Предмиг. Мы в предмиг всегда закладываем информацию, которая в дальнейшем выносится в миг, заменяется, и пошло развитие нового сценария. Но у мига есть послемиг. А послемиг всегда складывается из информации, которая была в прошлом у человека. А это не та, что мы закладываем, и это не та, которая из будущего. Это та, которая из прошлого, но она влияет на будущее и влияет как подоснованно, которую наложится новая информация. Мы ее сейчас пытаемся затереть и очень часто успешно затираем. Но мы затираем на отрезке предмига. А что такое миг? Движение ресниц. Ты затерла? Везде ли ты затерла? Или идет подтягивание? Что такое после миг? Есть ли подоплеков после миги? Ты знаешь, что-то отзывается? Отзывается. Смотри. Хорошо, давай возьмем, тогда сопоставим после миг с просыпанием. Угу. В этот момент мы уже тоже знаем, что происходит, да? Когда мы просыпаемся, мы раз, и мы видим реальность. После миг – это смена информационной реальности в эту реальность. То есть, грубо говоря, выход из подсознательной части в реальную часть. Выход из одного тетра, это в другой. Но при этом мы четко знаем вчерашний день. Да. Но при этом у нас есть ночь, в которую мы загнали новую информацию. В которую, да, мы загнали. И мы просыпались, что мы первое вспоминаем? Вот первое, что приходит? Обрывок сна. Обрывок сна, кстати. Обрывок сна. Может, ну, вот как мы теперь, так мы уже даже информацию ловим. А вот так просто человек, он обрывок сна. И он что начинает? Он в этом обрывке сна, он начинает этот сон думать о нем, при этом уже в это время приходит к нему уже осознание, кто он, что он, где он, да, что вчера у него было. Но при этом он продолжает этот сон ковырять у себя, а уже вчерашний день накладывается. И потом человек забывает сон, идет. Получается, что жизнь – это подкачки вот этой информации, которая вообще не осознается. Но подкачки у нас связан с теневой частью с кабинетом архитектора. Да. Вообще, если задаться вопросом, каким образом этот кабинет вообще появился в психике? Сходить в эту точку. Потому что, видишь, как мы-то принять его у себя никак не можем. Даже попытка соединить с собой, зайти, и все вот это вызывает отторжение на физическом уровне. То есть это полное непринятие. Это та часть, которую… Ну, это то же самое, что есть экскременты. Угу. Ну, есть психи, которые находятся, но, в принципе, это неприемлемо. Это утилизационная часть, но эта утилизационная часть именно и определяет жизнь человека. Напрямую. Что какаешь, то и кушаешь. По закону парадокса. Не что кушаешь, то какаешь, а что какаешь, то и кушаешь. Потому что с обратной стороны формируется. А помнишь, когда-то у меня вдруг возникло что-то меня несло тоже, я сказала, что а если мы то, что едим, да? Мы есть то, что едим. Как-то я как-то по телу, помнишь, а потом я сказала, что а если посмотреть на нас со стороны какашки. Помнишь такое? Ну, мы так это пропустили. Вот, а это точка входа получается. И мы вот входили в кабинет архитектора, мы так и нашли. А с точки зрения еды мы не ходили. А может, это и есть о смерти? Еда это что? Мы считаем, это жизнь. Дает нам жизнь. А на самом деле она дает смерть. Смерть, блин. Вот это прям вообще сейчас. И с момента, как еда вошла в новорожденного ребенка, все, пошли программы и он уже смертен. Уже смертен. Если до этого он приходит бессмертный, как только пища пошла, все, он смертен. Кстати, блин. Тогда ой, у меня есть... Мы едим тогда, если брать. Что мы загружаем в себя, грубо говоря? Это и информация, это еда, это ощущение, это то, что мы слышим. Это весь внешний мир. Это весь внешний мир. А мы в него не входили. Никогда. А это и есть смерть. Это и есть смерть. Смерть есть только во внешнем. Потому что внутри человек не умирает. И только внешние декорации с похоронами, с кладбищем, со всем вот этим. Это все отыгрывается ровненько. Постановка во внешнем. А что мы сейчас сказали? Пищу принял извне. Извне. В этой жизни. Все, он стал смертен. Блин. Смерть во внешнем. А теперь смотри. Смерть во внешнем. Настолько отзывается четко. А теперь смотри. А мы говорим. Жизнь – это рай. Да. А смерть во внешнем. Бог только в физическом теле. И при этом благодаря физическому телу Бог целостен. Он возвращается. То есть у него получается жизнь – смерть тоже. Жизнь – смерть. Играет, спит, играет, спит, играет, спит. Только наоборот. Но тогда, если мы уже говорим о внешнем, тогда во внешнем будет программное обеспечение на смерть. На вот эту декорацию. Смотри. У нас день-ночь, а у Бога этого нету. Мы говорим, Бог не спит никогда. Физическое тело спит. Тело спит. А Бог не спит. Наташа. Когда мы спим, Бог играет. Смотри, что происходит. У Бога. У человека отключается программа ума, эго. В этот момент, когда человек спит. А мозг продолжает работать, да? Продолжает. И тогда, когда человек просыпается, то есть осознанным становится. Это и есть жизнь. В этот момент Бога. Если это жизнь Бога, то это смерть тела. Ну, сон тела. В зависимости от талон, в какой-то трайдер ты пойдешь. Да, да, да. На какой уровень? Это однозначно, да. Но здесь еще есть такая тонкая еще. Я к чему? Ночью отключается программа эго и ума. Да. И у Бога, но, к сожалению, спящего, но у Бога не спящего. отключаются, как бы, функции тела. Потому что через призму их разворачиваются декорации. И они влияют на разворот декораций. И поэтому во сне у нас черный экран. В лучшем случае сон. И... Логовое время ярче. Вот. нерав compensальный замок для помощи и принять кончей ко怎麼了 не прохали. Это просто очко ver anytime офиски по Week, брел жизнь Бога, А также о